В прямом эфире на телеканале АТВ начинается достаточно длительный марафон, когда он закончится, мы не можем вам сказать, но мы будем с вами на прямой связи до тех пор, пока ситуация с Игорем Марковым не будет решена. Итак, по последним данным, как уже, наверное, многие знают, что Игорю Маркову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 20 декабря. Это, наверное, событие, которое всколыхнуло всю Украину. Об этом сейчас говорят и сторонники, и говорят противники, и все высказывают вот те слова поддержки, которые не высказывали ни одному политическому деятелю за достаточно большое количество лет в Украине. Сегодня в студии у нас в нашем первом блоке Наталья Перевалова, продюсер издания «Однако Евразия», добрый вечер. Вера Запорожец, журналист, добрый вечер. И Сергей Иванович Бавбалан, депутат Одесского городского совета от партии «Родина». Мы не зря сегодня вот в таком составе, потому что, правда, те, кто собрались сегодня за этим столом, это те люди, которым не все равно, что будет в стране, что будет дальше, что происходит сейчас. Вера, первый вопрос, наверное, будет к вам. Вы вчера целый день были на месте событий, и все следили, наверное, за тем, что происходит из ваших постов на Фейсбуке, в социальных сетях, для того, чтобы понимать. Ну, телевидение не так оперативно реагирует. Вот ваше мнение о том, что происходило сейчас. Одесса вчера отреагировала, да, а сейчас должна отреагировать Украина. Возможно ли это, если подключить социальные сети? Ну, я как журналист могу сказать о том, что вчера были нарушены грубо права журналистов, в том смысле, что и сейчас они продолжают нарушаться, потому что четко установлено, что несколько человек подверглись нападению со стороны сотрудников милиции. Это не только гражданские люди, но и журналисты, которые находились при исполнении. Сегодня выясняется, что губернатор просто не видит, как сотрудник Беркута бьет оператора телеканала «Интер». Час назад я общалась с заместителем прокурора области Денисом Черных, который тоже вот так сходу не готов сказать, что имело место избиение журналистов. Он сказал, что с этим будут разбираться, попросил отправить письменный запрос. То есть фактически никто на себя не берет смелость просто хотя бы признать этот факт, но при этом уже несколько человек, активистов задержаны за вчерашние события. При том, что если рассматривать вот те статьи, которые перечислили, которые являются официальным поводом для задержания. Олеганство, групповое нарушение гражданского порядка, захват державных обохроматских буддивок. Сопротивление сотрудника милиции, да. То опять же я находилась вчера на месте с самого начала, к сожалению, до того момента, как началось самое интересное. Я рассчитывала, что оно будет с утра, у меня будет возможность поспать и вернуться. Но я не то чтобы не увидела, то есть ничего не остается, как сравнивать эти события со штурмом горсовета 21 декабря. Когда у активистов, которые штурмовали горсовет, были с собой свои собственные, это чисто 296 статья, часть 4. Когда в руках что-то у человека находится опасное для жизни сотрудников милиции или тех людей, с которыми они противодействуют. В том случае это были дубинки, это был мусорный контейнер, газовые баллончики. Вчера люди вели себя абсолютно адекватно. То есть получается, что одним можно громить горсовет и фактически громить историческое здание. Но поскольку они называются свободовцы и они якобы, я весьма запуталась во всех этих определениях, я думаю, наши телезрители в том числе, они якобы сторонники каких-то больших ценностей. Там милиция не реагировала. Там милиция не реагировала, да. Александр Казарновский с нами на связи, послушаем последние новости. Александр Львович, добрый вечер. Да, здравствуйте. Какие последние новости? Суд, я так понимаю, уже завершился. Что происходит дальше? Печерский районный суд огласил решение, в соответствии с которым по 20 декабря 2013 года народный депутат Парков будет оставаться подтравлен. В Киеве? В Киеве, конечно. Естественно, в Киеве. Вы, как человек от закона, можете сказать, какие есть законные методы для решения этой ситуации? Есть ли такие варианты? Ну, законный метод один. В 25 дней подачу апелляции в апелляционный суд города Киева мы, естественно, эту апелляцию подадим. Потом будем ждать, что решит апелляционный суд города Киева. У меня, честно говоря, вот так же, как я был уверен в том, что Печерский суд дает станцию незаконно, но, точно так же, я практически уверен в том, что Киевский апелляционный суд это решение этой ситуации. Спасибо вам большое. Будем вас с нетерпением ждать в Одессе и будем надеяться, что за 5 дней удастся вашими знаниями решить эту ситуацию. Хотя вот вчера, Наталья, мы с вами включались в студию с нашими коллегами и вы уже в то время говорили, это, наверное, 4 часа уже утра было, да, 10 и следили, и вы говорили, что прогнозы не такие радужные, что хорошо ничего не закончится. Маша, смотрите, я сейчас действительно ни в коем разе не называю себя активным одесским журналистом и прочее, прочее. Я действительно профессиональный зритель. Из того, что я увидела вчера со стороны, в соцсетях, картинка, вообще такая складывается в единый пазл, все очень плохо. Все очень плохо настолько, и мне почему-то было понятно, что Игоря Маркова посадят. Было понятно, что его посадят не в Одессе, потому что больше всего боятся того, что люди соберут. Много их будет, мало их будет. Знаете, 100 буйных вообще могут изменить ход истории. Боятся больше всего, вот думайте, вот мы сейчас сидим в студии АТВ, почему под АТВ милиция? Ну, не потому что прямо сейчас придут закрывать. Ну, они, конечно, может быть, идиоты, но не настолько. Потому что боятся, что придут люди. Пусть их будет 20, 30, а если они там задержатся на неделю, а если палатки, а если пикеты, а если подключить там международную какую-то общественность. Понимаете, просто несколько мыслей по этому поводу. Во-первых, действительно все политики наши родом, ногами и руками из периода первичного накопления капитала. Поэтому действительно любого из народных депутатов, любого из депутатов горсовета, не всех, кстати, местных советов не всех, народных депутатов, вот которые вот совсем шли к вот этому мандату, лбом вперед, всех можно посадить. Всех. И я вот не понимаю ни злорадства, ни мести по этому поводу. А вот вы говорили, так вам АТВшниками надо, сами такие. А вот как вы Гурвиц, а там, во-первых, извините, где Гурвиц, прекрасно себя чувствует. Кто из команды Гурвиц сидит? Вера, кто сидит? Никто не сидит. Ну, хотя компроматов на самом деле можно было. Вы знаете, я была все времена, когда команда Костусева заходила в горсовет. Ребята, ну что мы с вами наивные люди, мы что не знаем, как берутся бумажки, и делается за пять минут дело, и можно было бы точно так же посадить. То есть получается, что у одних людей чувство мести до конца и крови не просыпаются. И в этой абсолютно запутанной политической ситуации я на их стороне. Ибо кровь за кровь, око за око, за брата порвем. Все эти времена должны закончиться, они просто обязаны закончиться. И вот тут опять же вопрос, ну почему одним, действительно, если вы называетесь свободой, вам можно громить горсовет? Кто сейчас ответит за там, что там, дверь тогда поломали, стекло вывели? Ну и сам факт, сам факт, вообще газовые баллончики и мусорный контейнер. То есть одним можно, а вторым нельзя. Я все понимаю, как бы, если бы, например, сфабриковали большое, серьезное, монументальное дело против Игоря Маркова, но то, что называется, комар носа не поточит, и все это бы решалось в судебном порядке, я бы еще как профессиональный зритель со стороны хоть как-то могла бы понять, то, что происходит сейчас, это действительно за гранью, это тупая месть, вообще тупая. Я очень надеюсь, я не знаю, насколько можно так открыто говорить, я очень надеюсь, что Игорь Олегович, когда эта история закончится для него, и я надеюсь, она закончится очень хорошо, я надеюсь, что он не умрет в камере, не случится какого-то еще большего бреда, ну просто бреда, потому что ситуация бредовая. Я очень надеюсь, что он излечет из этого урок, что нет никаких друзей в политике. Вот о друзьях в политике, давайте сейчас, кстати, у нас есть такой небольшой видеофрагмент, мы сегодня, наш журналист по-честному спросил о дружбе между губернатором и Игорем Марковым, давайте посмотрим, вот что такое дружба в Одессе. Да я догадываюсь. А мы не увидим? Вы назвали только что своим другом Игоря Маркова, так вы знаете, в каком статусе он находится? Значит, я вам отвечу на вопрос, послушайте меня, молодой человек, я вам отвечаю еще раз на один вопрос. Вот вы разговариваете со мной, да? Вы задаете мне вопрос, который лежит в зоне ответственности и плоскости юридической. Вы его назвали своим другом, вы знаете судьбу друга, то есть он сейчас народный депутат, послушайте меня, я повторяю еще раз, закон один для всех. И когда мы это будем выполнять, то это все будет гомбарно. Вот такая... Да это вообще без комментариев, все понятно. И понятно, что и мэр, и губернатор, и все друзья, народные депутаты, все сидят и трясутся. Потому что вот сейчас скажи слово за Маркова, и завтра придут к тебе. И все это понятно. Но тем не менее депутаты даже городского совета к нам приходят. Вот Сергей Иванович сегодня с повесткой к нам в студию пришел. Да, уже вызывают. Я вам скажу, ребята, девочки, повестку пытались вручить, не знаю, вручили в настоящий момент Олегу Маркову. И я предвижу, что его будут арестовывать. Четырех человек, которые стояли там сегодня, вчера на еврейской, да? У одного был флаг России, у другого был красный флаг победы. Вот почему-то задержали именно этих. Дорошенко, Валентина все знают, Карпова, Олега, маленький, ну лет 60, маленький, худенький, еще со сломанной ногой, хромает. Вот это он напал на сотрудников правоохранительных органов. Это позор. Я общался с следователем, да, которого я пытался дождаться в течение получаса, минут 40 мы его ждали, не появлялся. Потом ему доложили, что здесь пришел Бабалан. Я пришел по поводу ребят для того, чтобы привез адвоката, для того, чтобы он им оказывал юридическую помощь. Они уже находятся в местах лишения свободы. То есть они уже в ЕВС. Утром их задержали, все, они уже лишены свободы. Люди, которые просто стояли. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы мы все боялись. Почему они тиражируют это? Люди не выходите, мы будем просто всех сажать. Сергей Иванович, вы же опытный человек, вы же прекрасно понимаете, что все сейчас все понимают. Какие у Маркова активы, в широком смысле слова, не юридические, что, как, кому. Я же говорю, все люди из 90-х, все все понимают, что на кого записано. Ничего ни на кого не записано. Активы, АТВ, закроют. Закроют. Закроют, конечно, закроют. Это вопрос сейчас такой тонкой игры. Мусорный бизнес заберут, конечно, заберут. Совершенно верно. Самое главное, Наталья, самое главное, на это все. Вот наша болезнь и наше непонятное ощущение. Нас 20 лет лечили этими сериалами и приучили к тому, что вот все, что происходит на ТВ, это шоу. Это не по-настоящему. Это игра такая. Это Маркова как бы понарошку посадили в тюрьму. А он действительно сидит. Это в том, что мы слишком часто кричали «волки, волки». Слишком часто мы говорили, вот нас сейчас закроют, вот Маркова закроют, вот что-то еще. И когда якобы сейчас это по-настоящему случилось, уже никто не верит. Во-первых, если вы покажете вообще какую-то брошюру по идеальной борьбе, я с удовольствием ей его используюсь. Но такого не бывает. Нет. История была такой, какой она была. Дело не в борьбе. Дело в том, что мы, вот большинство, я благодарен всем тем людям, которые вчера откликнулись и пришли туда на еврейскую. Но сколько людей остались дома? Сколько людей свернули? А ведь завтра этим людям будет плохо, им никто не поможет. Беззаконие тотальное, это тотальная зачистка. Они будут арестовывать всех. Моя повестка, поскольку я привел адвоката для того, чтобы он оказывал помощь этим ребятам, четверо уже лишены свободы, мне тут же следователь Варсуляк, Приморского райдела на Греческое 42, вручил эту повестку. Завтра в 10 утра он меня ждет в кабинете 48. Таким образом, это ваше последнее интервью сейчас. Давайте посмотрим на него. Следователь, лучше без слова последнее. Маша, тут очень важный момент, фрагмент. Вот я уверен, что они меня завтра будут арестовывать. Почему? Я подсудимый по уголовному делу, по задержанию неизвестных, которые следили за Игорем Марковым, которые потом оказались сотрудниками СБУ, нас уже два с половиной года судят в секретном закрытом заседании, беззаконие полнейшее, но в райдел прошмыгнул прокурор Замковой, который в этом деле. Он уже прибежал, он же нацарапал уведомление о подозрении. Они меня завтра закрывают, это дело присоединяют ко мне, и судья с удовольствием спихивает это дело. Получается новое расследование, ну а я пока буду сидеть. Поэтому я буду поступать так же, как Марков. Я не буду прятаться, я не буду болеть. У меня здоровье не очень богатырское, да, гипертония и там все прочее, но я не буду прятаться. Вот эти негодяи должны себя проявить. И я в этой части... Скажите, а Игорь Марков, вот когда вступал в ряды этих негодяев, вот что, ромашка и прям не понимал, куда идет? Наталья, Игорь Марков – это ромашка. По сравнению с этими сорняками, это ромашка. Вот, поэтому понимал, не понимал, он дорос до того состояния, когда он смог, почувствовал, что он может бросить вызов. Он бросил этот вызов. И я думаю, что в конечном итоге история будет на его стороне. Но этот этап, вот этот, они будут делать тотальную зачистку. Они просто... Почему и у них это получается? Они смотрят на реакцию людей. Вот люди предают всех тех людей, которые за них отдают свою жизнь и здоровье, да, а люди на это смотрят. Я просто вспоминаю судьбу Бориса Федоровича Деревянко, да, и вспоминаю, что стало с теми людьми, которых он учил десятилетиями, да, и которые, ну, просто, если бы почитали все то, о чем он написал, и сопоставили с тем, как они сегодня поступают, как относятся к окружающей действительности, да, нам было бы всем очень стыдно. Поэтому я понимаю, что у меня, возможно, с очень большой вероятностью сегодня последнее интервью. Сергей Иванович, вы знаете, мы хотим, чтобы страна знала своих героев в лицо, поэтому давайте посмотрим, как вам вручали повестку. Давайте. Вот номер производства, вы сразу расслушаетесь в получении. Да, 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 да. Тут вы хорошо угадали. Угадали. Скажите, а вы по ребятам тоже ведете, по Карпову и по Дорошенко? У нас есть уголовное производство, вот его номер. Вы завтра придете на допрос в качестве свидетеля, вам будут разъяснены ваши права. Мои права, ладно, я как депутат Дворсовета задаю вам вопросы по поводу моих избираний. Я сейчас вам объясню. Я вам вручаю повестку, которая необходима для того, чтобы вызвать вас для допроса, для того, чтобы установить фактические данные, которые мне необходимы в уголовном производстве. Хорошо. В настоящий момент я просто сейчас занимаюсь, непосредственно провожу следственные действия, поэтому не имею времени просто вам говорить. Вы возьмите, пожалуйста, повесточку, распишитесь. Дорошенко и Карпов, вы приняли решение о их задержании? Скажите, где они находятся? Я депутат Дворсовета, задаю вам вопрос. В настоящий момент товарищ Дорошенко и Карпов, они содержатся в условиях ИВС. А еще двое? Вы приняли решение о их задержании? Ну, непосредственно принимал решение я, но в настоящий момент у меня находится уголовное производство. То есть это вы сфабриковали уголовное дело? Нет. А кто фабрикует? В настоящий момент не имеет вообще места быть, оно называется уголовное производство. Хорошо, уголовное производство. Вы сфабриковали его, да? А фабрикованием таких терминов у нас просто нету. Вы просто фабрикуете без таргенов? Мы действуем в рамках действующего законодательства. Вы скажите, вы будете получать повестку? Да, конечно. Нет, подождите, а где еще двое? Задержано четыре человека. Распишитесь, пожалуйста. Распишитесь, пожалуйста, где еще двое? Где? Дата, время. Дата, время. Когда? Жена звонят. На 10 часов. Когда? Кабинет 48. Когда? Я, кстати, звонил в Борщенко. Не, но мне сказали, что мы сюда приехали. Ну, это же никуда не годишь. 10 часов, кабинет 48. Когда? На время, почему не говорите? Время сказали, 10 часов. Дата вы мне сказали. 24-го, я написал. 24-го. Это когда 24-го? Завтра. 11.23. Так, все, пожалуйста. Что вы мне даете? Я имею в виду второе, это самое. Оторвите сразу. Давайте сразу оторву. Вы расписывайтесь здесь. А вы знаете, как это забирали? Вы мне сказали, ну, хоть петенки дали немножко. Давай, что там. Подпись и фамилию не стало. При вас было все? Конечно, да. Да. Конечно. Ну, все, все. Так они не участвуют. Нет, конечно, нет. Да, да. Вот так. Вы разозвите фамилию. Вы же вам сказали, ну, Смолен. Смолен. Да. И, по-моему, Опарщин или она приемк. Она приемк. Смолен и она приемк также задержаны. Также. Также на Ивеста. А, они там, вот так вот все. Ваше производство. Скажите, а вот эти родители вот этих людей, они известны? А молодые? Я родственники обовещены. Не прав. Ну, Дорхшенко я обовещала всем. Может быть, да. Все, законы. Да, все. Так, он Дорхшенко я обовещала всем. Все родственники обовещали. Не прав. Не надо. Это неправда. Как будут развиваться события, мы будем следить завтра с 10 утра. Вы знаете, сейчас вот такой вот, наверное, самый вопрос, который обговаривают очень многие. Когда Игоря Маркова назвали лидером Майдана номер два, наверное, стали настолько оперативно развиваться события. Что это? Партия регионов испугалась, народу не из чего выбирать, они не понимают. Свободу выбирать, регионы выбирать. Работает ли свобода вместе с регионами? Никто ничего толком не испугался. Это превентивные меры. Они подумали, а вдруг? Ну потому что, действительно, Марков в своем роде, в хорошем смысле слова, буйный, конечно. У него намного больше характеристик настоящего политика, чем у очень многих представителей либеральных ценностей и прочих. Я где-то уже сейчас язвлю, потому что заколебали все эти клише. Он действительно политик толковый, во многом слишком дерзкий и просто. Это не был прямо великий испуг. Не было бы никакого Майдана и ничего бы не было. Но если бы остался в Одессе, если бы люди знали, каким стенам можно подойти и разбить палаточку, это был бы другой калинкор. За сколько дней? Как? Ну сейчас уже тяжело судить. В Киеве ничего не будет. В Киеве сидит Юлия Владимировна, в Киеве свое отсидела Луценко. Все все понимают, куда, где Марков, кто вообще понимает до конца, что происходит. Тем более, что ему шьют якобы действительно там хулиганкой и все прочее. Тут как бы другое дело. Тут получается такая ситуация, что надо сейчас уже тогда по-настоящему скрывать карты и говорить. Из того, что я вижу, не знаю, может быть. Вот у нас новое уголовное дело. Сейчас только что заявление от Свободы прозвучало. Павел Кириленко направил депутатское обращение к генеральному прокурору с требованием привлечь к уголовной ответственности Игоря Маркова за организацию убийства Максима Чайки. Можно, Маш? Можно я? Свобода? Это просто какая-то клиника нашей страны. Наташа, я прошу прощения. Я хочу просто, чтобы очистить совесть по поводу... Во-первых, там не хулиганка, а организация массового беспорядка. Во-вторых, нельзя не говорить о том, что человек там действительно пострадал, и там чистая вода, 121 статья, часть 1. Это тяжкие телесные повреждения. Человек приобрел инвалидность благодаря этой ситуации. И я понимаю, что в пространстве, в котором я сейчас нахожусь, здесь больше принят такой термин «разбитая губа националиста». Но мы говорим на самом деле о по-настоящему людях, которые пострадали. Вера, вы вчера на фейсбуке написали, что это были ролевые игры с обеих сторон. Одна сторона пришла и пришла бить в грудь себя. Более того, я знаю, что была договоренность. Я знаю, что Павел Кириленко прекрасно знал, что его сторонников будут бить. Для тех, кто эту ситуацию подзабыл, пожалуйста, посмотрите видео и скажите мне, в какой момент он пытался своих сторонников защитить и в какой момент он сам пострадал, после чего он сейчас заявляет то, что вообще недоказуемо. Но тем не менее сейчас все идет к тому, что... Марков никогда не знал о существовании Чайки. Сергей Иванович, не о Чайке говорил, Марков о существовании Чайки, это неправда. Может быть и знал, но он никакого отношения к этим событиям не имеет. Его там не было на месте. Вы не можете этого знать. Дело в том, что есть ситуация, которой очень легко установить виновных. Очень легко. Были экспертизы, там куда-то пропадал этот диск с событий 2 сентября 2007 года. Очень легко установить, кто на самом деле. Я правильно понимаю, что вы сейчас сами... Мы путаем два дела. Давайте вернемся. Это дело закрыто. И вдруг выясняется, после того, как Марков приезжает с повесткой в Киев, и его не пускают на допрос, сейчас выясняется, что он не поможет. Вот об этом нужно говорить. Смотрите, вот мнение всех экспертов сейчас... Это фарс. Сводится к тому, что... Правда, дело шестилетней давности, это слишком далеко, слишком давно, слишком недоказуемо. И вот сейчас эти дела могут появляться один за другим. Если там каждый год политическая деятельность, ну, любого человека разобрать, там сейчас такое количество молодостей. Прекрасная тандемия свободы и партии регионов, это вообще страшный сон. Вот произносишь и даже не верится. Да, они просто действительно это одно и то же. Нет, сейчас разница между свободой и партией регионов. Абсолютно. В этом тандеме может случиться все, что угодно. Ну, мне, знаете, тут еще такой вопрос, если чуть-чуть сделать хотя бы шаг в сторону. Даже и не в самом Маркове дело. Просто у нас есть город большой в состоянии экономического упадка. У нас есть порт, у нас есть дороги, у нас есть ситуация. Нам нужны лоббисты, депутаты. Нам нужны люди, которые смогут открыто говорить. Вы вообще, сколько у нас там народных депутатов? Штук 8 от Одессы? От Одессы, да. Да, теперь представьте себе, 7 из них сейчас. Какие они лоббисты? Перепуганные. Нигде слова не скажут. Потому что все. Вот где пример. Это просто заткнули рот городу и все. А это дело там какой-то давности. Я еще понимаю, да, если бы они подготовились к этому мероприятию, действительно, собрали бы это там все в кучу, и как-то был бы это открытый процесс, там, бог с ним. Но то, как сейчас это происходит, это чистой воды расправа. Тремя судами уголовное дело прекращено. То есть сейчас, я правильно понимаю, интересы Одессы отстаивать некому? Все боятся всех, конечно, кому хочется сидеть. Я не согласна с вами. Подождите, есть фракция партии Родина, действующая в горсовете? В горсовете, да. Я ее веду на украинском уровне. Я лоббисты в Верховной Раде. Вот я же говорю, на них восемь штук. Наташа, у Маркова есть друзья. Барвиненко, Пресман, депутаты. Это друзья его, которые пьют с ним вместе. Где они вчера были? Они хоть одно заявление. Пресман друг его, понимаете? С одной стороны, я вот на одну секунду могу выступить адвокатом. Которого тоже это коснуться может. Попробуй только сейчас на адвокатствоваться, и тебя тоже посадят. Может, адвокаты тоже нужны на свободе. Тут сейчас такая тонкая ситуация, очень тяжело. Ну, это не по-мужски согласись. Хотя бы просто будет хоть два слова сказать. Соглашусь. Я соглашусь. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв для того, чтобы наши зрители тоже могли немножечко подумать о ситуации в стране. Вот мы с Верой слились в итоге, боже мой. Вот казалось бы, да, это вот сейчас, извини на секунду, Маш. Это действительно очень многим, как бы, вот пример. Я сама немножко удивлена. Можно иметь какие угодно баррикады. Можно друг друга ненавидеть. Там, я пророссийская сволочь, ты либеральная крыса, ты еще кто-то. Навешали друг другу ярлыки. Но в конце концов, здравый смысл должен победить. Ну, я считаю себя человеком здравомыслящим. Ну, слушали себе это несправедливость. Здравомыслящим, не раненым в голову, все прекрасно понимающим. История борьбы, это история борьбы. Как боролись люди Гурвицы, это одно. Как Янукович боролся с Ющенко, это другое. Как Ющенко боролся со всеми на свете, с медами, с пчелами, это третье. Как Свобода боролась за медами, это четвертое. Что происходит в городе, в области, в стране, это третий пласт. Но так вот перековеркивать все, как бы совершенно говорить, мы святые. То, как мы боролись, это единственно возможный вариант. Ну, молодцы, так скажите спасибо, что у вас оппоненты в итоге оказались такими некровавыми людьми. Иначе откуда бы сейчас все эти петиции шли. Ну, ладно. Давайте посмотрим мнение одесситов. Сегодня наши корреспонденты спрашивали у простых одесситов, как они реагируют на эту ситуацию, что они думают. И после этого в студии будет следующий блок, мы еще увидимся.